Продолжение следует... А над продолжением данного тайтла я начну работать, когда под этим роликом будет 600 лайков. Ну а теперь, приятного просмотра! Бойцов с топором или большим мечом. У него есть и усиление, и контроль. Однако, все его тело открыто. Похоже, он новичок. Удар рукоятью! Если ударить соперника рукоятью в лицо, это оглушит его на 3,5 секунды. Я просто хочу попробовать новые навыки. Этот навык может также дезориентировать соперника, чтобы вы могли контролировать всю ситуацию в целом. Это очень мощный навык контроля. Бэкстэп! Конечно же. Как сказал Люхэ, выход этого убийцы был слишком пугающим. Опять скрылся. Как же бесит! Но я тоже не так прост. Несмотря на то, что каждая атака со стороны Фонтяня является критическим ударом, у этого сильного навыка скрытности долгое время восстановления. Сейчас у меня осталась половина здоровья. Посмотрим, что у него еще есть, чтобы сразиться со мной. Я поспешил опробовать новые навыки. И теперь они на восстановлении. И я не могу использовать свой новый скилл в такой ситуации. Мне не уклониться. Смертельный прорыв! Дуэль завершена. Цынь, что думаешь? Использование техники удар рукоятью для оглушения соперника – это уровень профессионального соревнования. Хотя этот Фонтянь хорошо знаком с режимом полной свободы, боевая эффективность его таланта не очень хороша. И это может быть связано с его боевым стилем. Похоже, то, что он ищет – это жестокая демонстрация силы. Также есть проблемы с использованием навыков. Однако после тренировки реальную силу можно значительно улучшить. Кажется, я раньше недооценивала его. Этот Фонтян действительно очень перспективный парень. Фонтянь, ты действительно потрясающий. Я думал, что Лёхэ хвастался. Если бы не мои профессиональные навыки и опыт, я бы не смог победить тебя. Видя, насколько ты талантлив, стоит ли переходить в режим полной свободы? Ага. «Давай. Надеюсь, ты сможешь к нам присоединиться. И тогда мы станем товарищами по команде». Я был небрежен и отнёсся к оппоненту как к новичку. Я практиковал и использовал различные навыки. Но не убил соперника, когда у меня была такая возможность. Фонтянь, ты должен запомнить, что когда человек думает, что он в безопасности, значит, он недалеко от смерти. Кажется, в последнее время я расслабился. Такого больше никогда не должно повториться. Кажется, в последнее время я расслабился. Такого больше никогда не должно повториться. А? Мужуну Лёхэ равны по силе. Но если бы ты действовал как обычно, ты бы точно выиграл. На этот раз твоя скорость явно снизилась. Ты использовал свои навыки слишком рано. И почему ты просто не спрятался? Не думаю, что это помогло бы. Он действительно здорово переиграл меня. Боже мой! В игре произошло ещё одно большое событие! В затерянной долине произошёл огромный взрыв, который за ночь превратил всё в руины. Что за миссия скрывается за этим? После взрыва вся долина была стёрта с лица земли. Многие игроки думали, что решаются на разведку. Но, к сожалению, никто не получил никаких новых заданий. К счастью, я вовремя удрал. И иначе мне, возможно, пришлось бы объясняться там. И я не знаю, посмотрели ли это те люди, которые спасли меня в тот день. Посте говорилось, что Шейн Лоло вчера вела трансляцию в забытой долине. И некоторые люди сомневались, что Звёздная Гильдия за её спиной спровоцировала взрыв, вызванный эпической миссией. Обрушилась на землю. После этого Затерянная Долина больше не сможет подняться. Вы будете набирать новые квесты позже? Мне ещё нужно кое-что сделать. Ладно, нам нужно встать в очередь, так что вернёмся раньше. Идём. Взрыв, который случился ранним утром, случился сразу после моего ухода. И я не знаю, что было потом. Вы получили телепорт из определённого места. Преподнесённое Лоло. Засохшее болото. А? Болото из сухших костей? Это зона 55 уровня. В глубинах болота невозможно использовать систему местоположения из-за ядовитого газа. Место, посланное мне Шейн Лоолу, должно быть за пределами болота. Но из полученной информации складывается впечатление, что там нет никаких монстров, пригодных для прокачки жреца. Почему Шейн Лоолу зовёт меня туда? Братец, что за профессия? Воин? Приходите на приём. Идите к танку. Девять свободных мест. Отсутствие хилера. Паладин сойдёт. Приходите на 60 уровне. Впечатляющая карьера. Без убийц. Почему здесь так много незнакомцев? Фонтянь, сюда! Иди сюда скорее. Мы тебя ждём. Ладно, все здесь. Сегодня главная задача очистить герба Рикордаты и Аллое Кольцо и... Помоги новичкам, воспитанным нашей командой, втайне провоцировать появление монстров. Добро пожаловать, новичок. Знаешь, навыки групповой атаки также несут урон союзникам. Уровень у тебя невысокий, так что держись подальше от поля боя. Я буду осторожен. Это первый раз, когда я участвую в командной работе, чтобы уничтожить монстров. Это болотный червь-падальщик 53 уровня. Быстро используйте групповую атаку. Задание. Убивайте существ выше вашего собственного уровня. Завершение моей миссии по уничтожению монстров быстро приближается. Воины действуют как мясные щиты и продолжают тянуть монстров. Целебный эффект от дальней атаки магов на жреца, очищающего монстров, мешает врагам. С такой скоростью я скоро смогу завершить миссию по уничтожению монстров. У меня еще две миссии. Мне нужно убить обычного босса выше моего собственного уровня. Но он не может быть слишком высоким. 20 или 30 уровня, наверное, достаточно. У тебя есть какие-нибудь хорошие предложения? Обычный босс на 20 или 30 уровне. Ах да, квест Башня Призраков. Очень подходит тебе. Миссия Башня Призраков? Что это такое? Ты интересуешься Фонтянем? Он очень хорош, папа. Я могу сказать тебе, что Фонтян действительно талантлив в играх. Папа, почему ты вдруг замолчал? Это ничего. Неплохо иметь хобби. И если ты сделаешь себе имя, то в будущем сможешь стать профессиональным игроком. Цянь-цянь, не просто играй дома. Ты все равно должна обращать внимание на свое тело. Мне нужно кое-что сделать. Повешу трубку первым. Почему папа такой странный? Игровой талант. Сэр, по данным нашего расследования, взрыв предварительно был вызван организацией Иракская Луна. Они использовали некоторые способы, чтобы посадить в тюрьму трех высокопоставленных НПС. И позволить им использовать Ниан на обычных игроках в обычном режиме. Три года назад покинутая долина вошла в зону нашего наблюдения и никаких аномалий не было. Другими словами, Юйюэ попробовала это провернуть, по крайней мере, три года назад. Профессия воин. Уровень 3А. Мертв. Профессия убийца. Уровень 3А. Мертв. Профессия лучник. Уровень 3А. Серьезно травмирован. Юйюэ. Они достигли этого этапа. Какая у них цель? Так совпало, что Фонтянь в это время тоже был в затерянной долине. Фонтянь тоже там? Юйюэ. Фонтянь. Неужто это всего лишь совпадение? Фонтянь. Независимо от того, имеет ли это какое-то отношение к тебе, я не дам тебе пойти по пути твоего отца. Озвучил Кокос, подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Также не забывай, что следующий ролик я начну делать, когда под этим наберется 600 лайков. Ну и не забывай, помимо лайков, писать комментарии и делать репосты моих роликов. Ведь это очень сильно помогает каналу с продвижением и стимулирует меня выпускать ролики как можно скорее. Ну и если ты хочешь пообщаться, заглядывай скорее в группу ВКонтакте или на Дискорд сервер. Ссылки на все это добро ты найдешь в описании под роликом. Ну а на сегодня все. Большое спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.